Приветствую вас, и имеет место быть незавершенность отношений. То есть, девушка не завершила отношения с тем женщиной, с которым она осталась, к сожалению. Она до сих пор испытывает к нему какие-то чувства, она до сих пор, значит, что-то к нему испытывает, что-то испытывает к нему, и, соответственно, именно по этой причине, значит, она ему бичит, не смотря на то, что урастал. То есть, либо по-хорошему помочь нужно завершить те отношения, либо закончить отношения настоящие, в которых она оказалась, чтобы не мучить, допустим, ни себя, ни своего молодого человека, который, по факту, борется, значит, там, с призраком, вот, с призраками борется человек. А вот, значит, ну, в принципе, так можно было бы ответить на вопрос вам, на тот вопрос, который вы задаете. Конечно, существуют и другие причины, безусловно, существуют другие причины, вот. А, ну, значит, сейчас, на данный момент можно говорить только об этом, вот, только о таких причинах. Значит, что мой стоман еще сказать, девушка боится ответственности, девушка в некотором смысле использует людей для достижения собственных целей, и тогда я, правда, не думаю, не думаю, что она это делает специально, я думаю, что она это делает скорее, бессознательно, это делает, скорее всего, бессознательно. Вот, но понятно, что от этого, как бы, ситуация не меняется. Тут понятно, что лучше, условно говоря, ситуация не становится от того, что человек там не делает это специально, да, вот. А в целом есть риск достаточно большой, оказаться в созависимых отношениях, ну, у партнёра её. Вот, и достаточно такой серьёзный риск оказаться в созависимых отношениях. Поэтому, чтобы такого момента не было, да, я настоятельно рекомендовал бы, значит, партнёру от девочки отстраниться, вот. А самой девочке обратиться, обратиться за консультацией к психологу, потому что, ну, по сути, получается, что человек, как бы, зависит, да? застрял, и дальше двигаться он не может, вот, это очень опасно, как для девушки, так и для её, соответственно. Ну, значит, ну, как для её партнёра. Вот, поэтому мой ответ мне видится таким. Я надеюсь, что для вас это было полезно. Вот. Значит, если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. И я вам желаю всего самого доброго и удачи. Удачи вам. Удачи вам. Продолжение следует...